Доброе утро, меня зовут Анна Потапова, я руководитель партнерского отдела. И у меня доклад с интригующим названием «Изменения в партнерской программе». Не секрет, что компания 1S Bittrex не занимается разработкой сайтов и не внедряет корпоративные порталы. Всех клиентов, которые к нам приходят, мы направляем в список партнеров, а это 4300 уникальных посетителей в день. 4300 уников в день ищут себе подрядчика, который сделает им сайт, или внедрит корпоративный портал, или расскажет про облачный Bittrex 24. Это достаточно большая цифра, и поэтому мы за последний год пристальное внимание обратили на список партнеров. Он претерпел значительные изменения. И, конечно же, мы заходили в первую очередь из сценария выбора партнера. Как же выбирает партнера? В первую очередь, конечно же, по типу проекта. Клиент выбирает по типу проекта, либо это сайты, либо интернет-магазин, либо внедрение Bittrex 24. Зачастую, конечно же, клиент интересует, где находится партнер, то есть он выбирает страну, выбирает город. И дальше его выбор останавливается на наиболее опытных партнерах. Конечно же, он смотрит статус и компетенции. Смотрит статус золотой, сертифицированный. Участвует ли компания в программе качества? Внедряет ли композит? Какие-то еще, возможно, значки есть? Все это клиент очень пристально изучает. В итоге у него остается несколько партнеров на выбор. И здесь уже он переходит непосредственно в карточку партнера, смотрит, какие проекты делал партнер, смотрит, какие описания у этих проектов, заходит на сайт, смотрит сайт. Очень внимательно смотрит сайт, между прочим. И, конечно же, звонит и общается. В итоге выбор останавливается на ком-то, и он идет к нему заказывать сайт. Вот этот сценарий мы использовали при разработке текущего списка партнера. То есть он учитывает, по сути, все шаги клиента. И визуально довольно удобен. Но еще есть один путь, которым может воспользоваться клиент. Это, конечно же, изучить конкурентов в его области, посмотреть все сайты, которые делали конкуренты, и выбрать какие-то самые удачные. Как мы все знаем, самое частное техническое задание – «Хочу, как у них». То есть клиент смотрит сайты, выбирает какой-то наиболее удачный, и приходит к вам и говорит, вот хочу такой. Так вот, изучив такие сайты, он смотрит, кто их делал, выбирает несколько партнеров из этих студий, и дальше из них уже смотрит, какие у них статусы, какие компетенции, что они делали еще. Смотрит их сайт, смотрит их портфолио, связывается и общается. Вот этот сценарий у нас недостаточно хорошо учтен, и мы решили внести список проектов туда же, где у нас список партнеров. То есть дополнить еще одним сценарием выбора партнера. И хотим начать вот это первое изменение в партнерской программе. Мы хотим дополнить список партнеров по интернет-магазинам, дополнительным фильтрам по сферам деятельности интернет-магазинов. То есть клиент сможет выбрать фильтр, фильтр сможет выбрать сферу своего интернет-магазина, посмотреть, какие проекты уже делались, посмотреть, кто их делал, ну и дальше по сценарию посмотреть, какие еще есть компетенции у партнера, посмотреть, какие еще проекты он делал, посмотреть его сайт, позвонить, пообщаться и выбрать и пойти заказать сайт. То есть вот этот сценарий мы решили учесть. Конечно же, это большая работа для нас и для вас, потому что придется пересмотреть все проекты, придется выбрать у них соответствующие сферы. Мы дадим возможность выбрать несколько сфер, но, конечно же, мы будем модерировать эти изменения и дадим достаточно времени, чтобы мы с вами успели все привести в порядок. Вот, как я уже говорила, есть один этап, который всегда есть во всех сценариях партнера. Выбор партнера – это выбор партнера по статусу. Так вот, что же такое статус «золотой партнер» глазами клиента? Это какой-то просто супермен, крутой разработчик, отлично знающий Битрикс, ну, там, не хуже Сергея Рыжикова, уж точно, уделяющий огромное внимание качеству, современный, идущий в ногу с технологиями, то есть тот, кто сможет подсказать, дать самые популярные, самые удобные инструменты для его бизнеса. Ну и, конечно же, все эти прекрасные качества, они подтверждены самим Битриксом. И что же эти качества значат в нашей программе? Опытный разработчик – это тот, кто делает много проектов. Делает и много проектов, делает и сложные проекты. Знающий Битрикс – это тот специалист, у которого прошли обучение, которые изучили продукты и сдали все сертификаты Битриксу. Что значит «уделяет внимание качеству»? Это значит, что компания является участником программы мониторинга качества. И что значит «идет в ногу с технологиями»? Это значит, делает композитные сайты, делает мобильные приложения. Такая вот прямая зависимость. Что же такое, какие у нас сейчас есть условия получения золотого? Это 500 баллов. Это минимум два сертифицированных специалиста по основным курсам, онлайн-курсам. За что у нас сейчас можно получить баллы? Баллы можно получить за продажи, за проекты, за проекты, сданные по мониторингу качества, за сложные проекты. Можно получить баллы за модули маркетплейс, разрабатываемые. Можно получить баллы за маркетинговую активность. То есть достаточно много баллов, можно получить возможностей много. А теперь изменения. Что мы планируем сделать? В условия получения золотого добавляется участие в программе мониторинга качества. За что можно получить баллы? Мы планируем перестать начислять баллы за продажи. Это, наверное, самое большое изменение. Вообще можно с этого было начинать. Но вообще реакция в большинстве своем была положительная. Особенно разработчиков. Разработчиков положительная, да. Ну, смотрите, добавляются... Ну, сейчас мы объясним, да, что за этим следует. Добавляются еще баллы, еще возможности появляются. То есть за проекты можно получить баллы за проект. Можно получить баллы за тот же проект, сданный по монитору. И можно получить баллы за проект на композите. Можно будет получить баллы за внедренные мобильные приложения. Можно будет получить баллы за приложение в Bittrex 24. Это все дополнительные возможности и дополнительные баллы. Все остальное, все остальные дополнительные баллы тоже остаются. и давайте посчитаем что же такое 500 баллов вообще много ли это если у нас есть проект на бизнесе то есть мы просто сделали сайт на бизнесе его можно добавить к нам в проект и получить 57 баллов если мы его сдаем по монитору качества мы получаем еще 57 баллов то есть это дополнительно плюсом если его же сделаем на композите это еще 57 баллов а если еще к этому сайту мы делаем мобильное приложение это еще дополнительные баллы то есть принципе за один проект на бизнесе можно получить 200 с лишним баллов только за один проект ну и все наши дополнительные баллы они остаются они никуда не деваются но мы разменяли продажные баллы на композитные технологии рулят они должны быть более приоритетны с точки зрения начисления с точки зрения клиента с точки зрения клиента и конечно же мы забыли про наши знания до которые от нас ожидает клиент конечно же полезно нужно и важно знать технологии композит поэтому мы включаем ее в список обязательных онлайн курсов которые нужно пройти то есть это курс на по технологии композитный сайт нужно будет пройти минимум двум специалистам в компании такие вот изменения но наверное сейчас многие подумали о я сколько же у меня там этих баллов продажных вообще и с чем я там останусь собственно вы можете сейчас зайти в список в партнерский сайт мы добавили в информере сколько у вас продажных активных баллов вот можно зайти посмотреть но я предлагаю не только на это там посмотреть можно также посмотреть сколько у проектов добавлено и посмотреть сколько проектов сдано по монитору качества и сопоставить эти три циферки ну вообще наверное давайте еще один момент отметим то есть раньше вы могли просто делать продажу не очень заботятся о том чтобы опубликовать проект о том чтобы сделать его на тех или иных технологиях сейчас для набора баллов нужно будет не просто сделать продажу но собственно выполнить проект это изменение мы долго с вами обсуждали вы помните две наверное или три партнерских конференций мы ходили вокруг этого вопроса и наконец остановились приняли решение взвесим все плюсы мы посмотрели изменения считаем что изменения будут небольшие они коснуться нескольких человек ну нескольких компаний которые собственно занимались в основном продажей но не занимались внедрением например с точки зрения партнеров с точки зрения студии изменения правильно положительно у нас еще будет время если там согласно не согласно высказывать будет очень важно послушать поехали окей еще у нас есть партнеры которые внедряют битрикс24 кстати а поднимите руку кто занимается внедрением битрикс24 много что же будет со списком партнеров до который у нас отдельный собственно там у нас партнеры с компетенциями корпоративной портала битрикс24 это все также остается то есть там остаются партнеры с этими компетенциями единственное что мы меняем это сортировку по сортировку то есть там будут учитываться только баллы за битрикс24 за коробку и за облачное битрикс24 и отдельно мы выделим значком партнеров который осуществляет интеграцию с облачным битрикс24 и который разрабатывает модули в маркетплейсе для битрикса 24 это востребовано клиентами и обязательно будем выделять и что же происходит с баллами в этом списке значит сейчас баллы даются за продажи за продажи коробки за продажи облака и за внедрение коробки то есть за добавленный проект и что же мы планируем сделать то есть у нас уходят баллы за продажу коробки но при этом добавляется мониторинг качества внедрения корпоративного портала то есть есть у нас мониторинг качества внедрения сайтов также мы запустим и мониторинг качества внедрения коробки то есть вы сможете сдавать проекты нам на анкетирование будем связываться с вашими клиентами задавать им вопросы Вопросы будут немножко другие, конечно же. Но обратная связь достаточно интересная, наверняка, будет. Также мы добавляем баллы за разработку приложений в Bittrex 24. И важное уточнение. Все-таки баллы за продажу облачного вращения остаются. То есть вы будете покупать облако, и вам будут начисляться баллы, как и было, собственно. И вот здесь расчет, сколько же все-таки 500 баллов относительно Bittrex 24. То есть мы внедряем коробку, получаем 130 баллов, сдаем ее по монитору качества, получаем еще 130 баллов. Итого 260 баллов за одно коробочное вращение, в принципе, не так уж и мало. Но внедрение, не продажа, не только продажа. Даже не продажа. Не продажа. Баллы продажные остаются только за облако. И самое важное, когда же мы планируем это сделать? Как Сергей сказал, конечно же, мы понимаем, что партнерская сеть сейчас довольно разнообразна. И мы, конечно же, все это пообсуждаем. У нас будет с вами время, чтобы подготовиться. И мы планируем с 1 сентября начислять баллы за проекты на композите и разработку мобильных приложений. В том числе, конечно, учтем те проекты, которые были добавлены вами ранее, сделаны ранее. То есть мы начислим за них баллы. И с 1 сентября перестаем начислять баллы за продажи, кроме облака. То есть 1 сентября перестают начисляться баллы за продажи. Все баллы, которые были раньше за продажу, они действуют, пока не закончатся. То есть мы помним, что баллы действуют один год с момента начисления. Также не забывайте, что статус пересчитывается раз в год. То есть у каждого своя дата пересчета. То есть не то, что 1 сентября, а раз все пересчиталось. Нет, у каждого будет своя дата пересчета. Вы ее видите все в личном кабинете. Еще одно важное замечание. Почему-то многие про это забывают. На самом деле проект можно добавить и без публикации в списке партнеров. То есть мы понимаем, что бывает так, что клиент не хочет, чтобы публиковался проект. То есть вы можете все проекты готовые к нам добавлять в личный кабинет и получать за них баллы. Совсем не обязательно публиковать. Там есть специальная отметка, которая для нас, которая является показателем, что публиковать не нужно. Мы внимательно за ней следим. Поэтому добавляйте, не переживайте. Если не надо публиковать проект, то мы его не опубликуем. И с 1 ноября мы планируем сделать обязательным участие в программе мониторинга качества и запустить мониторинг качества внедрения корпоративного портала. То есть мониторинг качества будет относиться ко всем продуктам. И с 1 ноября всем золотым партнерам нужно будет обязательно в нем участвовать. И такая заметка по мониторингу качества. То есть что это такое? Это когда вы сдаете проект в нашей системе, проходите тестирование, и даете нам контакты клиентов, мы связываемся и задаем буквально 9 вопросов. Так вот, нужно сдать половину своих проектов. И есть планка в 20. То есть можно сдать 20 и на этом остановиться, этого будет достаточно. Не забывайте, что нам на анкетирование необходимо 2 недели, как минимум. Не забывайте также, что клиент может быть в отпуске, недоступен и так далее. Это довольно частый, кстати, случай. То есть закладывайте на это время. И еще важное такое примечание. Мы заметили, что анкетирование импонирует большинству клиентов. То есть им нравится, когда мы звоним, когда мы их спрашиваем, разговариваем с ними. Они очень охотно дают обратную связь. И возможно, вы видите всю эту обратную связь в личном кабинете, мы стараемся записывать комментарии. И мы по своим ощущениям замечаем, что действительно клиентам очень приятно, что им звонит Bittrex, спрашивает, как дела, как они все сделали, все ли хорошо. То есть сдавайте по менедуру качества проекта. Это снижает уровень стресса. Это бонус на самом деле. Забота такая своеобразная. И вот здесь рекомендации по индексу сортировки в списке партнеров от Сергея Кулешова. Он является у нас носителем секретной формулы. Секретной, но справедливой формулы, которая вас двигает вверх в списке партнеров. Итак, какие же рекомендации? Они здесь расположены по важности. То есть очень важно добавлять проекты. Они очень сильно влияют на ваше положение в списке. Очень важно сдавать их по менедуру качества. Очень важно внедрять технологию композит и разрабатывать модули marketplace. Также влияет на положение в списке ваш статус. Влияет участие в маркетинговых активностях. То есть эти баллы за маркетинговую активность. И сертификаты ваших сотрудников тоже влияют на положение в списке. Поэтому вот такие рекомендации. Можно не знать формулу, просто вот это все делать. Все будет хорошо, обещает Сергей Кулешов. Итак, у нас большие изменения достаточно. Мы предлагаем их обсудить. Можно обсудить сегодня, подойти к нам, ко мне, к Сергею. Можно сейчас позадавать вопросы. Ох, сразу рук сколько, ничего себе. Давайте только короткие, емкие вопросы. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А вот баллы, например, за пользователей, они же жители, как мы их у себя в компании называем, будут начисляться. Например, приобрелись там пользователей какое-то количество, а потом мы компанию разве не развели. То есть баллы за продажи не начисляются. Ни за продление, ни за пользователей, ни за допсайты. Это продажи. Пожалуйста, вопрос. Включен, да? Здравствуйте, Домир, я тебя в компании. У меня такой интересный маркетинговый вопрос. У вас же есть система аналитики на сайте, да? Интересно, вот пришел человек, уникум, партнерский раздел, да? Сколько он карточек партнеров в среднем просматривает? Ну, я сейчас не скажу, если честно. Ну, как бы, вот по тепловой карте, то есть, конечно же, чем выше, тем значительно больше. Мы так прям не усредняли, но они вообще сидят, внимательно очень изучают список. Давайте вопрос представьте. Сейчас, секунду. Иван, компания Codex. Кстати, из 4300, мне кажется, 1002, это сами партнеры, которые заходят, смотрят свою карточку. Вопросы, ну, два. Один к Сергею, другой к вам. Будут ли какие-то компетенции для тех, кто мобильные, внедряют решения, ну, особенные, там, не знаю, мобильные приложения, что-то другое. И второй, Сергей, когда у Bittrex будет нормальная мобильная версия? У сайта Bittrex? Ну, давай на первый ответ. Ну, интересное, на самом деле, предложение. По компетенции, да? Мы подумаем. Очень хорошая мысль. А по поводу мобильного сайта, а зачем? Вы знаете, это вот примерно к вопросу. Мы каждый раз спорили внутри, а у Apple есть мобильная версия сайта? Все такие, а зачем? А у них нету. На самом деле, мы не очень видим сценарий, адаптивную, может быть. Но она, кстати, адаптивна, но только для планшетов. Она, по-моему, минимальная, 430 точек. Ниже она, по-моему, не уменьшается. А в остальных она адаптивно нажмется. А, пожалуйста. Валерий, флекс-медиа компания. Кстати, по адаптивным мобильным сайтам у Лебедева в Каводсе можно почитать интересные вещи. Что он пишет? Apple ссылочку отправим. Самый главный вопрос, Анна. Возможно, мы что-то не так делаем. У нас офис и в Минске, и в Москве. С разработчиками, со всеми. Так? Два рынка, на которые мы работаем. Компания на сегодняшний день присутствует только в выдаче в Беларуси. Но стоит, да, Минск, Москва. Что-то не так делаем? Или можно сделать так, чтобы мы были в выдаче и в России? Мы серьезно развиваемся на российском рынке. И для нас это очень важно. И сколько сталкивались с Сергеем. Он посмотрит, почему и почему так случилось. Спасибо. Вы задаете вопрос? Да. Пожалуйста. Диана, компания Wizard, город Тверь. По поводу, что убрали баллы за продажи Bittrex 24 в коробке. А сейчас продажи по Bittrex 24 в основном идут в нашем регионе бюджетникам. Большие переговоры по поводу продажи ведутся, да, покупается коробка, а потом еще может год принимать решение по внедрению. Но это зависит от их государственной стороны, потому что они выделяют деньги. Да, это все закладывается. Просто мне как менеджеру обидно, что баллы за коробку убираются. Да, и я как бы как пользу развитию в студии в основном не приношу. То есть это вот долгий процесс. Вы хорошо подумали с другой стороны? У нас же проекты постоянно сдаются, постоянно внедряются. То есть да, какие-то долгие получаются. У вас не один? Ну вообще интересная тема, давайте порассуждаем. Подойдите, пожалуйста, нам на перерыве с ребятами, пообсуждаем, придумаем. Может быть, с закрытым проектом что-то сделаем. Пожалуйста. У меня зовут Сергей, компания Vidok. Насколько я знаю, при проведении федеральных семинаров есть определенный рейтинг. Ну, ваш внутренний. Кто-то лучше проводит семинар, кто-то хуже. Можно ли при классификации партнеров внедрить дополнительную функцию? Если ты хорошо проводишь семинар, это дополнительный балл тебе. Не просто стандартно 100 баллов тебе начисляется. Вы и так двойные баллы за эту программу получаете? А еще? От райные? Нет. От райные? Секундочку. Я видел там, давайте вопрос. Паснов Андрей, компания IDF Москва. У меня быстрый вопрос. Во-первых, спасибо большое, как будто все под нас списано. А во-вторых, презентация будет онлайн доступна? Да, конечно. Да, да, да. Пожалуйста, вопрос. Мы еще напишем все на форуме обязательно. Да, вообще, на самом деле, после этого мы запустим тему обсуждения на форуме, и у нас будет еще, там, считайте, месяц, чтобы все пообсуждать, согласовать. Это не все прибито гвоздями, там можно еще покорректировать. Здесь вопрос, пожалуйста. Анна, можно ли будет старые проекты сдать или досдать по композиту? Как это было в свое время с монитором качества? Да. Да, конечно. Да, и мобильный. Нужно. Вопросы из онлайна. Давайте мы сейчас там задаем. Алексей, компания «Спора». Вопрос по федеральному семинару. А можно сделать отдельную тему по BITREX24 и корпоративному порталу? Компетенцию? Нет. Когда федеральный семинар проводите, чтобы можно было организовать доклады только по корпоративному порталу BITREX24, без BITREX-сайта. Знаете, я бы, наверное, советовала обратиться к Светлане Ледвиной с этим вопросом. То есть ее немножко эта сфера. Девушка в горошек платит. А нет. Давай вопрос онлайн. А нет, пару вопросов из онлайна. Значит, интересуется, чтобы сдавать каждый проект по монитору качества для каждой доп. лицензии на сайт. То есть, видимо, если бы пару сайтов сделано на одном мидре. Да, есть нюансы. На самом деле, вот мы заведем тему на форуме. Прошу всех проучаствовать и какие-то вот эти вот нюансы туда написать. Мы будем над ними над всеми думать. Я, кстати, думаю, что нужно что-то еще под кластерные системы сделать. Внимательно. У нас же там есть и сервера, и вообще развертывание кластерных систем. Надо правильно эту компетенцию вообще выделить и показать, кто строит подобные системы и знает, как это делать. Есть смысл. Есть еще вопрос в онлайн. Да, еще вопросик. Возможно ли добавить свои вопросы в анкетирование клиента по звонку? Видимо, когда мы делаем обзвон этого качества. Честно говоря, мы очень долго разрабатывали эту анкету. Это максимальное количество вопросов, которое не утомляет клиента. То есть 9 вопросов. Да, не хочется очень много вопросов. К тому же они, в общем, ценные, они много дают. Секундочку, давайте вопросы. Здравствуйте, Дмитрий, студия Факт. Планируется ли размещать для общего просмотра, так как для просмотра клиенту, средние баллы по анкетированию? Вот то, что добавили недавно личный кабинет. Ну, грубо говоря, чтобы клиент был... Средние по региону? По монитору качества, я так понимаю. По монитору, да, по анкетированию. Не поняла, средние какие. Нет, пока не планируем публиковать средний балл. Вы имеете в виду по этому партнеру или по области, по территории? По вам? Нет, нет, по партнеру. По партнерам? Так мы уже, да, планируем. В личном кабинете вы. А, публично, в смысле, наружу вообще? Да, да, да. Нет. Пока нет. Пожалуйста, вопрос. Максим Богомол, компания... Одну секунду, Максим, я хочу вопрос один уточнить. А вы-то сами хотите, чтобы, допустим, ваш НПС, который мы считаем, влиял, например, на рейтинг? Мы хотим. Вы хотите. А кто еще хочет? А кто понимает, что такое НПС? Что-то немного... Мне кажется, не все осознают, что за этим последует, да? Да, да, да. В связи с этим еще один вопрос. Давайте подумаем, пообсуждаем. Да, лучше отдельно пообсуждаем. Давайте вопрос. Максим Богомолов, компания 2B Design. Вопрос такой. Если сдавали проекты по монитору качества до ноября этого года, будут ли они, баллы за них начислены? То есть, предположим, сейчас я сдаю несколько порталов, я имею в виду порталы корпоративные, будут ли за них начислены баллы? Они уже начислены? Нет. Для порталов за монитор качества баллы не начисляются. Но вы их и не сдавали еще, вот как за детьми, так и начислены. Куда сдавали? По монитору качества его нет еще? По корпорталу еще нет. Но модуль-то есть монитор качества? Да, но он про управление сайтом. Давайте последний вопрос. Ну, это какой-то, видимо, частный случай. Вопрос из онлайна. Коллега пишет с набережных Челнов и просит рассмотреть предложение, чтобы партнерам давали один-два купона, золотым сертифицированным, на спецобращение в техническую поддержку. Два обращения в спецтехническую поддержку. Я поговорю с Шарумовым. Это же им просыпаться ночью. Что, есть вопрос? Последний совсем уже. Минус последний. Минус один, да. Горсов Евгений, студия OneWay. Вопрос такой. Можно ли увеличить баллы для сертификации на золотого, либо добавить другой какой-то еще один статус? Потому что большая равенца между 500 баллов и 5000 баллов компетенции, а оба золотые. Мы хотели, да, сделать 5000. Подумаем. Давайте мы запустим тему на форуме. Пообсуждаем. Основная цель. То есть мы, в общем, вполне ясно объяснили, почему и как мы рассуждаем. То есть мы рассчитываем, чтобы этот рейтинг помогал вам, помогал клиентам, и вы находили правильно друг друга. И преимущества получали те, у кого именно разработка и наибольшие компетенции. Давайте порассуждаем, посмотрим на цифры, может быть, что-то покорректируем. Спасибо.